На должности руководителей крупнейших предприятий нашей страны представляются следующие кандидаты. Жебин Олег Владимирович на должность генерального директора Нафтана. С сентября 2015 года работает заместителем директора этого же предприятия. Прошел путь аппаратчика, поэтапно пройдя все ступени, руководящие на полимере, затем на полимере входящую структуру Нафтана. Осипенко на вакантную должность директора Светлогорским волокном. С ноября 2014 года работает первым заместителем генерального директора, главным инженером Горбинского химического завода. Бивзюк Алексей Николаевич представляется на вакантную должность предприятия ГАЗ-системы управления. С января 2023 года работает первым заместителем директора данного предприятия и имеет работы на различных должностях на этом же предприятии. Буянов Олег Алексеевич представляется на вакантную должность генерального директора Рошаинского льнякомбината. С сентября 2019-го заместитель генерального директора МОГАТЭКС имеет опыт руководящей работы на различных предприятиях Могилевской области, в том числе и в системе исполнительной власти, начальником управления торговлей обл. полкома. Все кандидаты проверены, проведены при их изучении и собеседовании с каждым. Готовы к выполнению задач на тех должностях, которые мы проводим. Олег Алексеевич, Вы сталкивались с работой когда-нибудь Оршанского комбината? Да, конечно. Конечно, сталкивался. Я сейчас изучал все материалы, которые есть по предприятию. В принципе, предприятие работает довольно-таки эффективно. Есть перекосы в некоторых показателях. В первую очередь, эти перекосы в коммерческой деятельности связаны большие остатки. 90 миллионов – это, наверное, много. Есть проблемы с экспортом, потому что пока не удалось компенсировать, скажем так, те поставки, которые были в Европу. Ну и, в принципе, необходимо работать над сырьевой базой предприятия, потому что это самый важный на сегодняшний день фундамент, который позволяет развиваться. И вопросы углубленной переработки сырья. Вот это вот три основных задачи, которые я вижу как руководитель будущего, которые надо будет решать предприятию и двигаться вперед. Ну, короче, с короткого волокна порох вы сделаете. Да, товарищ Петрович. Это личные какие-то. Хотя все равно какая-то ностальгия есть. Школьником был, я там часто бывал, поэтому на комбинату бродил, ходил. Ну, вы знаете, что это политическое предприятие. Мы на гербе имеем лен. Поэтому очень хотелось, чтобы вы там активно работали. Но если видите, чем можно поправить ситуацию в сырьевой базе, буду вам благодарен. Если по экспорту, ну, это уже ваша проблема. И с европейцами надо работать. Не надо там думать, что вот санкции и никому не нужны наши ткани. Лен нужен везде. Начиная от России, которая возделывает, и заканчивая южнее нас. Там лен не производят, а ткани хорошие. Поэтому надо просто заняться организацией дела. Сами мы там встретимся. Уже спустя некоторое время, может, в будущем году вы расскажете о тех направлениях, которые должны быть обеспечены на этом заводе. Как работает Гомельский химзавод? На сегодняшний день, товарищи, обеспечиваем все заявки потребителей по минеральным удобрениям под предыдущую посевную. Делаем новые марки удобрения. То есть внутренний рынок, проблем у тебя нет? Нет. Полностью все заявки внутреннего рынка будут обеспечены. Что с экспортом? Экспорт в основном Российская Федерация на сегодняшний день. Предлагаем, опять же, свои нишевые продукты, за которые не берутся крупные российские производители. Мы нашли свою нишу, ну, как уникальные продукты с микроэлементами, с добавками. И их предлагаем. И с удовольствием их российский покупатель приобретает. А мы вообще комплексные, или как они у вас там, смешанные эти удобрения, производим на внутренний рынок, мы сможем обеспечить полностью внутренний рынок, или наши не заинтересованы в этом? Есть вопросы по заинтересованности, как раз. Что касается технической части, мы сможем обеспечить всю потребность внутреннего рынка по комплексному удобрению. Но это была хорошая прибавка в вашей работе, да? Да. Объем увеличен, и в этом плане надо сориентировать правительство. Понимаете, они в почву бросают отдельно калий, отдельно фосфор, отдельно азот. Так? Верно. Вы делаете комплексно. В одной грануле. Да. В одной грануле делают все. Ну и надо закупать, это эффект дает хороший. Они же в России по миру продают эти продукты. Но то же самое. Надо смотреть и всех ориентировать на то, что нельзя яйца класть в одну корзину. Россия близкая, родная нам государство и прочее. Но вы же знаете, они обладают этими технологиями и производят эти удобрения, смешанные, комплексные и прочее. Поэтому конкуренцию никто не отменял. И чтобы нас не выдавили с одного единственного рынка, нам надо шире иметь спектр экспорта. Это ваша задача. Нафтан и Мозорский НПЗ, они под увеличительным стеклом. Ну, смотрите, чтобы у нас был здесь порядок. Вроде же выровнялись там по работе заводы и многое помогли тогда. И россияне молодцы, президент России здорово помогли. Сырьем обеспечен, стабильно работаем. Сырья, если вам надо больше, так это не вопрос. Если экономика будет не хуже, а лучше, пожалуйста, сырьем не вопрос. Сбыт тоже есть спрос огромный. Как меня информируют экспортеры, сколько дадите, столько мы продадим. То есть в любой ситуации можно работать.